Руководитель Центра занятости Айрита Бахалова рассказала о содействии инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве. В числе принимаемых мер – выездные консультации и анкетирование. Адрес на их получили почти 2500 анапчан, имеющих инвалидность. Кроме того, что у нас на сегодня имеется 1800 вакансий в село в банке данных, 237 – это квартируемых рабочих мест для трудоустройства именно инвалидов. Список вакансий размещается на официальном сайте Центра занятости. Публиковать списки в газетах, а также группировать вакансии по группам инвалидности, пожелания общественников. Сейчас вот говорите, у вас есть рабочие места. Вот я не вижу там, да, вот для своих, например, массажистов или кого-то, у кого есть ИПРК. Если вы будете владеть ситуацией, эти места как-то градировать между видами инвалидности. Вот есть у меня швей, вам швея нужна, у меня швей есть. Ну вот не знаю, подойдет или нет, насколько там вся эта работа предназначена для именно человека с ослабленным зрением. Марина Буковец – руководитель регионального общественного объединения инвалидов «Ковчег». Благодарит муниципальное предприятие «Ремстрой» за постепенно меняющийся облик города. На тротуарах переделывают съезды, делают доступные пешеходные переходы. Доступными хочется видеть остановочные комплексы и пассажирский транспорт. 21 марта объявлен конкурс среди перевозчиков, где прописаны новые технические требования. Пока это коснется 14 городских маршрутов. Критерии у нас прописаны. Это наличие низкого пола, оборудованный звуковым и визуальным таблом, наличие в отопительных площадках. Соответственно, те перевозчики, которые выйдут на данный конкурс, уже будут представлять какие-то наиболее лучшие условия для данной категории граждан. Неприспособленность почтовых отделений и качество обслуживания людей с особенностями здоровья – еще одна острая тема. Представитель федерального ведомства держит ответ. В настоящий момент у нас заканчиваются работы по обеспечению полной доступности в отделении связи, расположенной по адресу Краснодарской, 21. А именно, выполнена работа по устройству входной площадки с навесом, имеющего водосточную систему устройства, пандуса. Заменены двери, входная и тамбурная, устройство тактильных элементов и электрического звонка. Для завершения работы необходимо выполнить устройство поручни и сала для обслуживания инвалидов. Востребованная инвалидами услуга – дистанционное обслуживание. Почта продолжает оказывать помощь в отправлении и получении посылок тем, кто не может самостоятельно прийти в отделение. Телефон для справок в Анапе 50270.